Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Сегодня мы читаем Евангелие от Матфея на библейском портале экзегет. Сегодня мы читаем седьмую главу. Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким и будете судимы, и какой меру вы мерите, такой и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Здесь Господь говорит о том, что мы должны избегать осуждения нашего ближнего. И важно понять, что речь идет об осуждении, относящемся к его личности. Мы можем видеть что-то в нашем ближнем, что нас отталкивает, что нам кажется неприятным, что нас раздражает, что характеризует этого самого нашего ближнего не с лучшей стороны. Но мы можем не знать о нем многого другого. Вот есть там, допустим, один человек, который известен в сетевом пространстве самой неприятной, нехорошей страны, а на самом деле он усыновил несколько детей и их воспитывает. Человек, он не сводится к какой-то своей одной черте. Или бывает так, что человек скажет что-то, что ему говорить не стоило на самом деле, какую-то явную глупость, эту глупость носят по интернету, если это какое-то известное более-менее лицо, и всячески его порицают. Но этот же человек не сводится к тому, что он сказал. Или бывает так, что то деяние, которое нам кажется аморальным или преступным, оно нам кажется, потому что мы не знаем всех деталей. Есть известная история про одного богочестивого монаха, который трудился, плел какие-то корзины, их продавал, выручал какие-то деньги. На эти деньги покупал один боб и его съедал, то есть какой-то абсолютно скудный завтрак, а с остальными деньгами шел в публичный дом. И в этом публичном доме он находил проститутку, отдавал ей эти деньги и говорил, «Вот тебе твоя обычная оплата, пожалуйста, в эту ночь храни себя в чистоте». И уходил. Многих бедных женщин он таким образом побудил к тому, чтобы покаяться, оставить свой образ заработка, но люди, которые его видели со стороны, они просто видели, что это какой-то неистовый будник, который каждый вечер спешит в публичный дом. И мы должны также, поскольку мы не знаем всего, мы не знаем всех обстоятельств, мы должны воздерживаться от суда над другими людьми, и мы должны искать человека оправдать, а не осудить. Есть известный принцип в логике, который называется принцип милости. Он говорит о том, что любые высказывания или действия другого человека нужно интерпретировать наиболее богоприятным для него образом. То есть, если мы можем эти его поступки или слова интерпретировать, что он такой вот законченный негодяй, а мы можем предположить, что он просто в данный момент неудачно выразился, мы должны выбирать более милостливый, более милосердный вариант. Да и если человек действительно является законченным негодяем, он может покаяться. Он может покаяться, может быть, он совершил действительно возмутительный грех, а потом нараскаялся перед Богом и сделался святым. В истории церкви множество подобных примеров. И мы не должны поэтому произносить суда над другими людьми, потому что мы не знаем всех обстоятельств, мы не знаем, мы не обладаем всеведением, мы не знаем, почему это так произошло, в каких условиях этот человек принимал такие решения и так далее. Потому что, произнося безжалостный суд над другими, мы навлекаем суд и над собой. Однако эти слова Господа иногда используют, опять-таки вытащив из контекста, для того, чтобы воспретить христианам вообще иметь суждение о каких-либо явлениях природы, общественной жизни. Когда говорят, что вы не должны же судить уже учение ереси. Как вы можете говорить, что это ересь, когда вам заповедно не судить? Как вы можете говорить, что это грех, когда вам заповедно не судить? В этом случае суждение относится не к человеку. Мы не говорим, что этот человек непременно попадет в ад, потому что он держится уже учение. Мы этого не знаем, куда он попадет в итоге, может, он покаяться еще. Мы говорим о том, что учение, которого он держится, есть заблуждение, есть ересь. Наше суждение относится не к самому человеку, оно относится к учению. Или мы можем сказать, что действия, которые данный человек совершает, они являются греховными. Мы произносим суждение не над человеком, мы произносим суждение над действием. Если какой-то человек выпивает бутылку водки в день, мы можем и должны сказать, что это абсолютно пагубное поведение, что он так долго не проживет. Но этим мы не произносим суда над ним. Мы произносим суждение об этом образе жизни, и мы должны это делать, мы должны людей предостерегать против зла, греха и заблуждения. И дальше идут очень известные слова про сучок и бревно, где говорится о том, что мы должны извлечь бревно из своего глаза. Это не значит, опять-таки, что мы не должны никого поправлять, не должны никого обличать, но это означает, что прежде всего мы должны заботиться о себе. Мы прежде всего должны стараться извлечь сучок из своего глаза, а потом уже мы можем позаботиться о других людях. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Здесь речь идет о том, что мы должны проявлять определенную рассудительность, говоря о предметах священных, говоря о том, к чему мы должны относиться с запогоговением. И свиньи, псы, ну это могут быть какие-то люди, но это могут быть еще и какие-то помыслы, какая-то ситуация, в которой может быть неправильно и неуместно говорить о чем-то священном, потому что это может вызвать насмешки, это может вызвать какую-то хууу, и мы должны этой ситуации избегать. Мы должны понимать, когда мы можем проповедовать Евангелие, когда нас не услышат, когда мы не пробьемся, и наоборот это все кончится какой-то хвой и чем-то неуместным. Поэтому в некоторых случаях нам стоит промолчать. Просите и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Если между вами какой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы будете злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. Господь побуждает нас к усердной молитве, и молитва, она не останется без ответа. Мы знаем, что Господь нас слышит, и Господь принимает наши молитвы, Господь отвечает на молитвы. Другое дело, что молитва не является попыткой манипулировать Богом. Есть некоторые такие еретические движения, которые говорят, ну и далеко за пределами церкви, которые говорят о том, что человек может там выпросить у Бога седло, большое ковер и телевизор. Даже предлагаются какие-то такие особенные молитвенные техники, которые якобы дадут вам возможность выпросить у Бога там какую-то шикарную машину, там еще чего-то там, нерушимое здоровье и прочее, что вы бы хотели себе. И, конечно же, речь идет не об этом, речь идет о том, что Бог дает нам подлинное благо и то, что нашему благу служит. И это благо может включать в себя здоровье, мы можем просить о мирских вещах, это не запрещено. Но цель Господа состоит в том, чтобы даровать нам вечное спасение, в том, чтобы привести нас к жизни вечной и блаженной. И часто для этой жизни вечной и блаженной нужно не давать нам что-то такое, что мы бы предпочли. Потому что человек может хотеть, чтобы у него было идеальное здоровье, например. Но если ему дать идеальное здоровье, он пустится во многие тяжкие грехи и себя погубит. Человек может просить, чтобы ему дали денег, но окажется, что это ему не придет на пользу. Была статья, где рассказывали о том, что проанализировали люди, что произошло с теми, кто выиграл в лотерею. То есть были какие-то бедные семьи, которые в лотерею выиграли большие деньги. Пришло ли им это на пользу, как они сейчас живут. Несколько лет назад выиграли. И выяснилось, что живут в той же бедности. Потому что вот те деньги, которые на них свалились, они потратили их самым глупым образом, на какие-то самые глупые удовольствия. Они там съездили на дорогие курорты, попили торгового вина, ну как-то шиканули. Они не смогли эти деньги вложить или как-то богоразумно ими распорядиться. И они обратно свалились в свою бедность. И может быть так бывает, что иногда бедный человек, который страдает от недостатка денег, он просит о выигрыше в лотерею. Но Господь знает, что ему это будет все на два месяца широкой жизни, после которых он обратно свалится в бедность. И что если его и вывести как-то из бедности, нужно изменить самого этого человека. Нужно изменить его отношение к жизни, нужно изменить его отношение к работе, к деньгам и так далее. И поэтому, конечно же, Господь не всегда дает нам напрямую то, что мы хотим. И иногда Господь не дает нам, зная, что это не пойдет нам на пользу. Человек может выпросить себе автомобиль, ездить на нем с огромным удовольствием и разбиться. Или на кого-то наехать. Как недавно был случай, известный человек напился пьян, попал в автокатастрофу. И невольно, непредумышленно убил другого человека. И мы понимаем, как это страшно. Вот он сейчас сделался убийцей, он попадет в тюрьму. Но если бы у него не было машины, и он, наверное, сейчас думает, как было бы хорошо, если бы у него не было машины. И он был бы человеком, который не может себе машину позволить. Зато он не был бы убийцей, он был бы на свободе. Часто вещи, которых мы хотим, они нам пользы не принесут. И поэтому Господь всегда отзывается на нашу молитву, но не всегда дает то, что мы хотим. Но мы всегда должны усердно молиться, зная, что Господь нам дает благо и дает подлинное благо. Не всегда именно то, о чем мы просим, но всегда то, что идет нам на пользу. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом и законы пророки. Это так называемое золотое правило, оно существует практически во всех культурах мира, но за пределами Евангелия оно формулируется в пассивной форме. Чего ты себе не хочешь, того и другому не делай. То есть воздерживайся от причинения зла. Ты не хочешь, чтобы тебя обворовали, ну и у других не воруй. Не хочешь, чтобы обещания данные тебе нарушали, ну вот и сам свои обещания соблюдай. Евангелие дает в активной формулировке, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Вот как ты хочешь, чтобы к тебе пришли на помощь в беде, ты хочешь, чтобы к тебе проявляли любовь и уважение, ты хочешь, чтобы другие люди были внимательны к тебе и к твоим нуждам. Вот ты поступай так же. И евангельская этика, она ориентирована не на просто на удаление от зла, но и на активное служение добру. Как ты хочешь, чтобы поступали с тобой, так поступай с другими. Входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Иногда у людей возникает такой вопрос, что в этом мире, который создал Бог, меньшинство людей являются христианами. И хотя формально можно сказать, что христианство – это самая большая мировая религия, но это если считать людей, которые себя традиционно относят к христианам. Вот людей, которые серьезно веруют, которые живут серьезной церковной жизнью, их немного. И ученики спрашивают у Господа, неужели мало спасающихся, и Он им не дает статистики, она от нас сокрыта, мы не знаем, сколько людей будет спасено, сколько нет. От нас это сокрыто, и раз сокрыто, значит сокрыто, смиримся перед этим. Но нам сказано, что мы должны выбирать узкий путь. Мы не должны следовать за большинством. Мы должны следовать узким путям спасения, даже если им идут немногие. Берегитесь уже пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их, собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы. Так, всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносит плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. В Священном Писании и в Евангелии, в частности, есть предостережение против ложных пророков. Иногда люди говорят, что не важно, как человек верит, а был бы человек хороший. Это не так важно, как человек верит. И, конечно же, его поведение сильно зависит от того, во что он верит. И в то время были, во времена Ветхого Завета были, во времена Господа Иисуса были. И сейчас есть уже пророки. То есть люди, которые претендуют на какой-то религиозный авторитет, но которые являются уже цами и обманщиками, которые разрушают жизни тех, кто за ними следует. Такие уже пророки, религиозные уже учителя, они бывают и многочисленны. Бывают люди, которые находятся очевидным образом вне церкви. И, увы, бывают и определенные сектантские движения, которые возникают внутри церкви, вокруг какого-нибудь уже старца, гуру, которые потом отваливаются от церкви. И какое-то количество людей такой уже учитель уводит. И Господь говорит о том, что это будет угроза, это нужно иметь в виду, и нужно беречься. И их можно узнать по плодам, в частности, по их нравственным плодам, и по тому, какое действие, какой эффект они производят в церкви. Уже пророки часто бывают людьми лично весьма сомнительных нравственных качеств. И это бывает достаточно заметно. Но второй важный критерий, как они относятся к церкви Божией. Когда человек говорит, что церковь, она вот вся заблудилась, она вся неправа, вот только я один остался, кто истинный Божий человек, сейчас о всех вас наставлю, то это, конечно же, очевидный признак. Уже пророка, потому что Христос говорит, я создам церковь мою, врата адовы не одолеют ее. Любой человек, который нам говорит, что врата адовы одолели церковь, он уже пророк. Можно в этом быть уверенным. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Само устное исповедание, оно недостаточно для спасения, но здесь нам Господь говорит о неких людях, которые, по-видимому, были не просто христианами, но такими заметными христианами. Они пророчествовали от Его имени. Они бесов изгоняли, они чудеса творили. И тем не менее Господь им говорит «Я никогда не знал вас». Иногда страшным соблазном для людей являются плохие религиозные люди. Это любимая тема различных критиков религии, безбожников, атеистов, которые говорят «Мы вам сейчас предъявим такого и такого нечестивого религиозного человека, который, вроде бы, был глубоко верующим, размахивал Библии, всех наставлял, всех учил, произносил всякие правильные речи. Потом оказалось, что он жил двойной жизнью и пребывал в каких-то тяжких грехах. И при том, что, конечно, мы узнаем об этом с большой болью, это не является чем-то неожиданным, чем-то разрушительным для нашей веры. Потому что Господь Иисус нам в Евангелии непосредственно говорит, что такие люди будут обязательно. И они были во все времена в истории Церкви, когда человек внешне выглядит как христианин и все делает, и даже авторитетный христианин бесов гоняет, чудеса творит, пророчествует. Но на самом деле он чужд Христу. Он на суде услышит «Никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Человек не может быть во Христе и пребывать в беззаконии. При этом речь идет, конечно же, о людях, которые именно делают беззаконие. То есть, когда не просто о людях, которые нам чем-то не нравятся, а о людях, которые ведут двойную жизнь, и которые вовлечены в какое-то беззаконие. Такое вполне может быть, что человек внешне был христианином, но никогда не был на самом деле. Итак, всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, уподоблю мужа богоразумному, который построил дом свой на камне. «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что был основан на камне. А всякий, кто слушает слова Моисея и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, ибо упадение его великое». Эти два строительных примера, они говорят о том, что мы строим нашу жизнь на каком-то основании. И это основание может быть ложным, может быть шатким. Бывает так, что мы просто не задумываемся, на каком основании мы строим нашу жизнь. Если мы строим жизнь на ложном основании, оно рухнет неизбежно. И поэтому мы должны строить нашу жизнь на основании веры и послушания Господу нашему Иисусу Христу. Потому что Он, и только Он знает, что для нас подлинное благо. «И когда Иисус окончил слова сии, народ удивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи». В чем разница? Что значит учить как власть имеющие? Книжники и фарисеи, как и любой религиозный учитель после Христа, учат, ссылаясь на какие-то авторитеты. Как сказано в Священном Писании, как говорят такие-то авторитетные писатели в нашей среде, как постановили такие-то соборы. Христос не ссылается на авторитет, Он говорит «Я говорю вам». Вот это царственное «Я говорю вам» указывает на Божество Христа. Вообще все Священное Писание пронизано свидетельствами о том, что Христос есть истинный Бог. Но здесь мы видим еще одно, когда Христос говорит от своего лица «Я говорю вам», когда речь идет о Божьих заповедях, о Божьем законе. Мы с вами прочитали седьмую главу Евангелия от Матфея. Мы читаем Священное Писание на портале Экзегет.